Первое послание апостола Петра, 1 глава 17. Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время в странствовании вашего. Мы все молимся очень нашим. Утром молимся, вечером, наизуин знаем первая молитва. Всегда говорят, знай свое дело, как отче наш. И если вы называете Отцом Того, Который будет судить. Почему Петр не сказал, если вы называете Отцом, Который милует, Который прощает, Который Сына отдал. Это и так понятно. Сегодня вот этот стих совершенно никак не трактуется у сектантов. Им страх не нужен. Они пляшут в Библии, скачут, играют. Это новая вера. Притом эта вера не к спасению ведет. То со страхом проводите время. Если вы его называете Отцом, Который будет нелицеприятно судить. Ни по званию, ни по должности, ни по возрасту. А нелицеприятно. По делам. Смотрите со страхом проводите время с трансформированием. Со страхом. Сразу. А что ты на нас страх нагоняешь? Школа желает слышать христианскую этику. Но закон Божий не нужен. Этику. У меня жена в школе много лет ведет занятия. Но нельзя вести занятия о Боге и говорить, к чему все это делается. Что будет суд Божий. Дети дома рассказывают. Родители сразу прибегают в школу. Мой ребенок напуганен. Он сегодня не спал. А что сможет эти ужасники фильмы? Он оттуда идет. Он испугался ребенка. Сразу прекращает занятия. То есть ты вини христианскую этику. Это ничему не обязывает. Познание о мировых религиях, о буддизме, об исламе. Пожалуйста. Общечеловеческие ценности. Горбачевские их сегодня называют. Пожалуйста. Но не говори об Азии. Не говори о том, что будет. Верующий в Сына Божий не есть жить вечно. Имеет. Что? Дабы никто не погиб. Слово погиб и в этом стихе. Оно непрерывно повторяется с райской обители. В раю щебешут птицы. Звери ласкаются. Лев рядом. И Господь сразу же наполняет воздух словами непонятными для первой щиты. Они не знают, что такое смерть. Это дети. И Господь говорит. Смертью умрешь. Что в этом дереве было? Почему Господь высокое напряжение не дал, чтобы их ударило и отбросило? Все. Не могут это сделать. Прикоснуться нельзя. Молнию ударяет, не спепеляет. Все. Ничего этого не было. Все заключено к тебе в разуме и сердце. Как ты к этому отнесешься? Смертью умрешь. А разве можно умереть без смерти? Значит, смерть это нечто, которое приносит отключение всех органов. Еще ничего Ева не знает. Но уже падение началось, когда она отошла от Адама. Когда подполз в дверь, он стал говорить ей понятным языком. Ясно, что это что-то не то, что двери были говорящие нигде. Мы этого не читаем. Почему? Она не удивилась, не закричала, не побежала. Все это тайно. И что? И написано. И через женщину все вы умираем. Вот все данные вот здесь, приговоренные женщины, не прокурором, не от того, что вы неправильный образ жизни или плохо зубы чистили, плохим питанием питались, жирным. Нет. Из-за того, что женщина умер, пила ведь вот человеческий непослушание заповеди Божией. Со страхом проводите. Бог нагнетает страх. Я даю вам мудрость. Этой мудрости спасетесь. Но в мудрость, в первый класс подготовительный, не пойдешь, если нет страха. Притча Соломона 1.7. Начало мудрости и страха Господень. И вот человек заканчивал школу, академик, профессор, доктор наук. Венец мудрости и страх Господень. Венец. Вершина всего страх. При том везде. Страх перед Богом, перед тем, что Бог сказал. Бога не надо подправлять. Одно слово не так, и Моисей уже не вошел в обетованную землю. Не вошел. Я понимаю его страдания. Он ввел, страдал, мучил, поучил, наказывал, карал землю. Господь разрешил. Зайди на вершину фазки. Посмотри эту землю. Подойдет. Не умри. Уж так тебе охота, то посмотри хотя бы. Эх, венокса не было у Моисея. Он его посмотрел. Страдание Моисея скрытое от нас. Один раз ты так, Господи, ты вот бы меня просил. Ты же сказал, что я твой избранник. Лицом к лицу разговаривал. Господь сказал, что ты не имел славы моей. Когда я сказал, скажи, столет. А ты сказал, неужели я это сказал? Два слова не так сказал. Бог говорит, не войдешь. Мы не вникаем в Слово Божие. Чуть-чуть не так. Ты не по совести Моисея поступил. А все, что не по совести, есть грех. Итак, если мы называем того, непонятно кого с большой буквы, отцом, а мы его называем отцом, со страхом будем проводить время. А что такое страх? Кажется, что надо понять. Он испугался. Это не просто так. А что такое слезы? Почему в горе и в радости слезы текут? Что-то едкое, в лупчести, что же слезы текут? Почему? А теперь состав слез оказался разный. Когда радость и все. Химический анализ показывает. А что такое страх? Это расслабление колен. И стали колени биться друг от друга. Под коленками, говорят, колени подгибаются. Что еще? Стали дальше исследовать. Человек холодеет. Мозг холодеет. Дальше что-то с волосами. Как говорит Евг, он прошел на домой, и волосы стали дыбом. Кто испытывал это? Я испытывал только один раз в жизни. И когда волосы стали дыбом, я пощупал, у меня волосы все стоят дыбом. Писание так говорит. Вы хотите поверить, как было? Читайте книгу Даниила. И он договорился мой, я пал на дваде. Значит, Веренький встал. Встал и трепетал. Я не мог говорить, я не имел. Страх Господень напал на меня. Он пал. Притом это не один раз, это постоянно. Если бы не ангел Господень не укрепил, я бы умер от страха. От страха разрывается сверстно. Эти моменты все надо разбирать, смотреть. И стали тогда смотреть. Как определить страх? А можно ли его искусственно создать, чтобы все люди напугались? Оказывается, можно. И далее это исследователи, которые работали не в городе, а в пустыне. Они наблюдают бархан, набивают, как сугробы снега, но из песка. И вот бархан его набивает, а потом, как снег бывает в крыше, до какого-то момента, критический момент, с ней обрушением. И вот когда песок отсыпается, вы же увидели, что далеко-далеко, там, где-то, куланы, другие двери, они настораживаются. В них появляется страх. Что это такое? Современная техника позволила записать особые частоты. Когда мы в пещере трутся друг от друга. Вот, оказывается, отчего скотина за несколько даже мгновений узнает о землетрясении. Там идет подвижка, где в одной коре идут какие-то электрономы. Не то, что собака умная или что-то. Бывает, ребенка схватит и землетрясение успела вытащить. Она знает это. Взяли искусственно и создали этот прибор, который создает данные частоты. Я думаю, подошли очень близко к разгадке тайных страхов. Его ставят один пейнг, и там показывают суд Божий. И решили включить эти генераторы. Люди стоят в очереди, посмотрели первые люди фильмы и говорят, страшный фильм такой. Включили генераторы, и генераторы были в зале, там. Но не рассчитали больше. Люди пали в зале. А которые в очереди стояли, они не понимают. Потом говорят, что-то случилось у меня с головой. И все вожество стали разбегать, а очередь опустилась. С билетами, не говорили, нет. Особый генератор создал то, что требуется. Бог создает что-то. Это надо почувствовать. А кто лучше чувствует? Верующий или неверующий? Верующий тонкий намек. Дыхание ветра он чувствует. Неверующий, а в бею, не понимает. Глупому сделай выбор, понял это умному. А глупому бей все равно. Ко на голове тишит. Да кофу на голове тишит, пробить может. А он все равно не понимает. Я говорю о страхе Божьем, который спасителен. Чтобы понять правильно о страхе Божьем, в Библии можно открыть 231 место. А что страшно, еще 131 место. Слово ужас, еще 177. Бойте меня, говорит Господь, 94 раза. Какую я вам статистику даю? Бог любит статистику, ни одной буквы лишней нет. Бойте, 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 бойте непрерывно. И заканчивай чем? Из страха, наказания, за того, что человек больше подвигает спасение, нежели обещание будущих благ. Если бы люди были свободны от наказания в аду, многие презрели бы и рай. Идут только бы в ад не попасть. Я этим шел всю жизнь. Но мать не говорила о рае, она говорила о баде. Что тот грех нельзя, другой нельзя, этот нельзя, делай добро. Иначе, мы даже знали, что это иначе. Иначе плоды будут здесь вырастать. Здесь, на земле. Я хочу сказать конкретно. Хотим мы иметь страх Божий здесь, находящийся сегодня, 5 августа? Давайте обратимся к Богу и будем просить. Потому что очень многие страха Божия не знают. А страха Божия, не знающий человек, он придет не знает куда. Я специально посмотрел, сколько раз, говорит, у Иова, сколько раз у Салмопелса Давида, буквально переполнено все страхом Божиим. В книге Бытие, 31-39, говорится о страхе, который имел избранник Божий Иаков, внук Авраама. Его обманул Лаван, он у него паст, и он был хороший пастуш. Он говорит, если ты пастырь, будь как Лаван, заботься о боссах и умирай за них. Растерзанно, разверем, я не приносил тебе. Это был мой ущерб. Если ты пастух, и что пало на поле, волк напал, это мое было. Я сплатил тебе за это. Это говорит Иаков о плотских лопцах, говорит Антон Аталуф. А мы-то говорим о духовных лопцах. А их тысячи разбредаются, и священники не знают, кто чем занимается. Никто не знает вообще. Когда последний раз был? Даже не спрашивай, когда. А вообще ходил или нет? Ну, три раза все равно человек бывает. Чтобы отсели, надо два раза быть. Минимум, хотя бы два раза. При крещении привезли, дальше, когда венчался, ходил и похороны. Называется колесное христианство. В люльке привезли свадебном кортеже и в катапалке. Это не спасительное христианство. Спасительное христианство, когда человек следует за Христом, идет за Ним. Исайя 57, 17. Господь говорит, за грех корыстолюбия я гневался. Грех корыстолюбия, когда во всем выгодно. За рубль сделаю, а без рубля ни шагу не шагу. Бог гневается. Вот здесь живете. Подведите итог. Что я сделал не из корыстолюбия. Выгоды мне никакой нет. Я просто делал, заботился. Мы сегодня читали, Павел говорит, мы сделали с позорищем для всех. Я для всех делал со всем, чтобы приобрести некоторых. У некоторых огороды, спустя 16 лет, все еще не огорожены. Мы огородили 4 усадьбы. Постоянно поддерживаем, чтобы не падало. Два пруда полностью огорожены. Третий пруд на половину. Я посчитал, пойдет специально, чтобы дать вам данные. 500 столбов мы подопали. Бускорестное, нам никакого пользы-то и нет. Хотя польза все равно есть. Я здесь живу, микроклимат создается и прочее. 500 столбов. Это жерди надо заготовить, копать, поставить и ничего нет. У кого-то сетка радится, я ее привез. Мне дали доллар, а я купил КамАЗ. А прохимов, с щельки погиб. Какая мне от этого корысть? КамАЗ, мы с батюшкой машину, вы с батюшкой купили. Пользуйтесь всем, все наводите. Почему ты теперь высчитываешь каждый свой шаг? Я говорю о конкретном примере. Вы живете в всего-то в 10 семей. Наши 50 человек, детьми вас нет. А разные, разные. Вам не устоять. Дом разделившийся сам себе не устоит. Вы видите, уезжают и уезжают люди. У нас только в Барнаульской общине больше 50 человек отпало. А всего 100. Третья часть отпала. Те, которые у нас здесь потерялись. Съедете, посмотрите, что у них есть. Для них друзья неверующие, они их приветствуют. Другие люди мимо пойдут, не увидят. А свои, свои им противные. Но расплата очень недалеко где-то здесь. Я знаю все родители, какие были передо мной за 44 года. 44 года. И где при детях судили священника, судили старших, все до одного семьи разрушены. Вот она бросила все, уехала отсюда. Где? В лагеря. В лагеря для беженства в другой стране. А своих, моих, идиотов бросила. Оба на всех учете стоят. А я их, наверное, маленькими говорил. Обуздывай их. Они с ума сошли. Жизни никакой нет. Вас ждет только это. Ничего другого нет. Заметьте, как дети не будут стоять в храме. Падают. Разговаривают с тобой из-под лоби. А страх Божий вызывает слезы. И я много плакал, что не нашлось ни кого, кто прочесал. И он говорит, богослов, я много плакал. Вы глубоко сплагиваете, что я вам говорю. Сами дома считать это место не будете. Страх вызывает не гнев. Не так, что мать заступается за дитя, как одержимая себя ведет. Отец смотришь, а деревенек буквально стекленелые глаза делаются. Все, кто заступается за детей, вы пожнете плоды в самое короткое время. К вам в дом вторгнется смертный грех. Грех. Люди не боятся греха, дети не боятся греха. Конкретно, 1 июля у вас всего 108 овечек. 40 батюшкиных. Так из одного этого вы бы охранили их. У кого-то нет. А нет, я не пойду горадить завод для овечек. Пасет коров, не буду загонять. Это по совести. Догнал, день пропаст, да не пад. Пасет только вот сегодня на коне, который пасет. Остальные крутят рядом. Вот девочка на коне, она действительно пасет. Остальные только охраняют, чтобы не потерялись. Так, на фундаментах день держат. Я это все вижу, еду в поле, прошу их отгонить хоть немного, покормить их. С ребенком ни одного дня никто не пас. Телевизор дома сидят, смотрят. В вас веры нет. Вы говорите, как определить, человек родился духовно или не родился свыше. И дальше, имеет он Духа Христова, не имеет. Вот поэтому определите. То, что я говорю, тебя это не трогает, ты не рожденный свыше. Тебе нет Духа Божия. Дух корыстолюбия задушил мозги и совесть. Оформить. Там 68 овечек щихто пригнали и не смотрят. И батюшка должен был пойти на встречу специального человека, чтобы загонять. Этого нигде не было. Постух пасет, он охраняет, он и загоняет. Я 3 августа. Вот 1 июля овечек не загнали. Не загнали. Они ночью пошли. Гектара, может, полтора-два пшеницы вышлистали. Поэтому вот 6 овечек. И он дома даже не сказал. Почему? Ваша домашняя среда, ваш дух. И ребенок такой дерзкий набрался, что это дух от него или другие. А у меня тоже овечек. И я не буду загонять. Переломили обстановку. Батюшка вынес решение, тогда отдельный будет загонять. Это по совести. А отдельный он забыл, он работал. И 3 августа он не пришел. Я вижу, гонят овечек. Кого гонят? Вот в эту 2, у вас одна улица. А откуда гонят? Перфиндикулярно. Девочка послал, заходит к себе домой. Думаю, а когда жена вещей будет загонять? Она и не думает. Она уже шла в огород к матери. Чем это закончится? Ничем. Овцы разбрелись и опять пошли. То есть урок не извлечен. Я постоял, постоял. Заезжаю в ад. У меня внутри все холодеет. А что ж такое-то? Начинаю говорить. Меня совершенно не слышат. А ему платят? Действительно платят. Но опцы принадлежат Битлеру. И Муссолини. И Черчилю. Но их догнать надо. Почему? Слушайте внимательно. Тарзаконие 22.4. Когда увидишь ростла брата твоего, или опту его, заблудившуюся, не оставляй, но возврати брату твоему. Если это враг, возврати ему. Здесь не враг. Не враг. Он не возвратил. Он сам их распустил. Это все ниже этого. Это тот уровень, на который Моисей не опускался. У вас не просто гниль, а ядовитая гниль миазами расползается. Вы этого не видите. Вам не поможет ни Библия, ни мои проповеди, ни транспировое радио. Вы сгнили в этом и ничего не видите. Я разговариваю. У вас еще благо, что и бабушки есть. Еще маленько понимаем. Она начинает стыдить, уговариваетесь. Вы заступаетесь. Это ваша среда. Я пошел специально измерил. До кошара, куда загоняется вечер, до места от улицы. 92 шага. За 92 шага борьба идет. Так она не видела, что не встретили. Так она и не видела. А кому она передавала вещах? Нет. Я подсчитал, чтобы ей выйти в улицу. 17 шагов, как она была сделана. У нее сердце не дробнуло даже. Почему? А потому что это гниль ее мнение уже не один год. Вы начинаете, когда дети говорят, что в улицу причащие скандалы устраиваете. Когда дети ваши выйдут полностью из-под контроля, вы будете вопить, царь в граде будет слышно. Это я вам обещаю по слову Божию. По-другому никогда не было. Где ваш страх Божий? Где вы детей учите мужеству, жертвенности? Читаешь, семиклассник. Видит, что у них дети. Два них поталкивает, налет и сам тонет. Он входит в историю. В историю. Посмотрите, чеченские маленькие ребятишки, они защищают родину. И они оправдывают. Но как их учат? Они смертники. Они готовы умереть. Девятилетний с автоматом. Ваши-то дети ничего не умеют этого делать. Он шагу не делает, пошел. Вы корыстолюбцы. Родного отца привезти на занятие тот день, где вы считаете. Вы подумайте, что вы делаете. Грех корыстолюбия есть идолопоклонство. Вы идолопоклоните самое настоящее. Ты что для другого сделал? Даже не взял с него. Для Бога же. Мог потеряв, когда основывали. Мы разве думали об этом, что такое гнилье здесь будет? Бог это все развеет, если вы не покаетесь. Это не сегодня началось повторять. Я преподавал в летном училище. Упрашивал начальника. Мне 60 шинелей, 60 сетелей дали. Все постирали, привезли, чтобы людям можно было дать. Мне дали деньги. Я их разменял. Каждому давал пособие безвозвратно, чтобы только людей как-то задержать. Я 16 лет, каждое лето держу одежду, обувь, питание на 100 человек. И где им поспать, если приедут? По сегодняшний день я не теряю надежды. В один день может 100 человек явиться. У вас заботы о своих даже нет. И через вас даже близкие не приходят. И родственники не обращаются. И кто даже дети крещеные здесь, они теряют остатки веры. Просите у Бога страха Божия. Если Бог сказал, не смей. Противоречить. Исход 18.21. Усмотри боящихся Бога, которые некоростолюбивые, Господь говорит, и я им доверю. Покажите пальцем, кто у вас некоростолюбивый. Что ты сделал для Бога? Конкретно я сделал, но только это для Бога. Мне кто помогает, брат здесь сидит, все эти документы оформляет, чтобы земля нам дана была. Ведь я сотни раз только по органам ходил. Он все это отпечатал, составлял, делал. Он все помогал бесплатно. Я бесплатный. И мне помогали все это бесплатно. Вы готовы, значит, а сколько положено здесь сил. И я пытался договориться, вижу, ничего нету. Овечки пошли. И со мной случилось то, о чем здесь говорится. На меня напал страх. Я не помню, когда еще это было. Может, только три смерти в армии когда было. У меня ноги стали подгибать, я на забор должен удержаться. Что делается, Господи? Они же совершенно не понимают, родители, что приготовили себе. Где же ваша жертва, когда люди идут в пятидесятники, через весь мир проповедуют, иеговисты, при том ничего за это не получая. Оставляют семью. Апостольский труд несут, но только в ереси. А вы для своих рядом. Больных никого нету, никуда не посылаете. Вы уже потеряли практически детей своих. В них нет нежности. Я уезжаю в прошлом году, в Парнавуло мне говорят, так сидят дети, в ладошки играют их око друг к другу. Он говорит, а что так радостно? Игнатий уехал. Мы для вас враги здесь. Написано, два пророка будут ходить по земле и мучить людей. Да горе не тогда, когда мучили, делали замечание, а тогда, когда не будет их. Вот горе будет в земле. А помните, я вас прошу. Я поехал к батюшке. Мы стали говорить, батюшка, со мной что-то неладное. Я не могу. И оказалось, когда вот эти инфракрасные там трения-то дают, и человеку поднимается диафрагма внутри, является страх. У меня, видимо, поднялась диафрагма. Я не могу стоять. Я поехал к бабушке, стал говорить. Что же делается? Ночь наступила сна, нету, слезы идут. Господи, не дай сгореть, не дай утонуть нам здесь. В один день Бог все это разберет. Вы ничего не видите. Дело в том, что вы совершенно глухие. Я говорю, вас расстачаетесь. Вы наступаете за детей, которые недостойны того, чтобы здесь стоять. Я даже подумал, Господи, если они не будут входить с соглашенными, эти люди, я больше причащаться не буду, как первые христиане. Они так объявляли бойкот. Если смещенник ничего не принимал. Я говорю, батюшка, тебе не хватает для как руководителя двух качеств. Решимости, беспощадности, беззаконникам. Я говорю, стараюсь похоронить их. Его кропкий характер не позволяет это. Я говорю, я не болел всю ночь, я с молитвой не могу встать. Он посмотрел на меня и говорит, а я каждый день почти с ними. Как я? Как вы за священника еще будете отвечать? У вас страха совершенно нет. Это не мусульмане, не буддист, этого не может делать. А спасти день. 15 шагов не пройди, ну вовсе твои, куда они пошли? А меня это не касается, пусть другой получает. Я тебе обещаю сегодня, загони, пожалуйста, к примеру. Я тебе говорю, тысячу рублей загонишь. Ты пойдешь загонять. Я скажу, тысячу долларов дам, ты побежишь. Я тебе тысячу евро дам, ты полетишь. Коростают-то. Вы за рубль совесть твою сожгли. Люди сожженные совестью. Притом я не могу достучаться. Вы приходите при детях, обсуждайте. Я вижу в детях из-под лобе ненависть плещется, как они смотрят. Никакого благоговения нет. Вы хотите знать, что благоговение? Придите сегодня. Покидим вместе, побеседуем. Рождайте детях жертвенность. Ухаживайте за больными, за старыми, за скотиной. И то, что уже случилось. Вы спокойно легли спать. Ребенок просравил поле. Вы не знали. И спокойно лежите спить. И пищеварение у вас, ничего диафарм не поднялось. Вы за детей. А я уезжаю все равно. Папа сказал, мы уезжаем. Никуда вы не уедете от себя. Если ты назначен для спасения, Бог будет и там тебя не в покое держать. Бог будет трепать и перетирать на мелкое. Если ты не назначен для спасения, ты просто утонешь в мире в этом. Самопевец Давид 9.24 Корыстолюбиесть ублажает себя. Разве не ударит, чтобы бесплатно где-то сделать. Я понимаю, что ты что-то где-то привез, потратил на бензин, за это возьми. Но не все же это делать. Ты какую-то десятину Богу уделяй. Найди более немощного, одинокое, без мужа. Сделай для нее что-то, молитвенника себе найди. Корыстолюбиесть смерти. Исайя 56.11. Каждый до последнего смотрит на свою дорогу, на свою корысть. 700 лет до Рождества Христова. Каждый до последнего. Я в слух заявляю, что я ничего не делал бескорыстно. Духовно или какое-то я имею в этом корысть. Но вот так я даже не видал. Чтобы от пасти, куда они уйдут, овцы меня не касаются. А платят другому. Я батюшке сказал, верните на прежнее. Кто пасет, тот должен загонять. Потому что по-другому никак нельзя. На кого надеялись? Он может не будет, заболел или что-то. Он говорит, значит никто не будет. Я каждый вечер должен ходить сам встречать. Как будто с мира специально Бог собрал самые негодные, потеряя по суну. Это даже немыслимо, чтобы среди киргизцев, китайцев такое было. Чтобы догнать, а вещи впустите, идите куда хотите. А ему деньги платят. Какие деньги-то? 92 шага. Запомни хорошо. За 92 шага ты в суд Божий не перенесешь. Не перешагнешь. Закрыт. Я посчитал, вчера еще прошел сколько времени. Ох ты, сами заходят туда. Три с половиной минуты. За три с половиной минуты вы бьетесь. Такое бесстыдство в детях. Вырастили, возрастили. И ничего вас не тревожит. Стоите на молитве, руки прижали, оделись по форме. Загвините внутрь. Очень хорошо читать Библию, выборочные места. Хорошо слушать трансмировое радио. Они там далеко. Посмотри рядом. Ты не имеешь права на молитву остановиться, если брат имеет что-то на тебя. А он имеет на тебя. У него 40 овечек ушли. Ты даже не наемник. Наемник видит волка. А ты ни волка не увидел, никого бросила овечек. Ты сам волк. Ты их растерзал. Сираха 33, 27. Ермо. И ремень согнут вы и увала. А для лука у араба узы и раны. Узы. Цепец. Иоанн 10, 12. Наемник не пастырь, которому овцы не свои. Не свои. Волка видит приходящего, убегает он. Я подумал, посидел, и не волка никакого нету. И бросил, и ушел. Даже на это Господь осуждает, что это наемник. А Господь даже, как будто и не знал, что такие люди будут, которые хуже наемников будут. Совершенно презрительно будут относиться к овцам. Матфея 10, 16. Я вас посылаю, как овец среди волков. Смотрите, чтобы с вами подобного не случилось. Господь отнимет благодать, и вы так среди неверующих оставите. И будешь вопиять, и Бог не услышит. Лука 6, 31. Взаймы, если вы даете тем, от которых думаете получать, то какая вам польза от того? Какая благодарность? Ибо и грешники делают тоже. Если за каждый шаг тебе надо платить, да ты и грешники проделал, еще бы не взял, ему дать заплатить. Чем ты отличаешь это вообще? Да великое ли это дело, еще раз говорю, великое ли это дело? Я вам шаги посчитал. Пошел еще раз, думаю, пока спят, а то и тебя обидится, увидишь, что я шаги считаю. Я уже боюсь. Я скажу боюсь. Боюсь не за что-то, а что окончательно рухнете, вы и храм не будете ходить. А и так-то, говорит, через одно богослужение ходите. А вот теперь я понимаю, почему вам поклоны не нужны, а они и не будут. Лишнее чрево много не успите. Молитесь. И тогда совесть будет пылать, и чужую боль на другом конце земного шара, как Мать Тереза будет чувствовать. Матфея 5, 46. Если вы любите любящих вас, какая вам на то зато награда? Не то же ли делают мытари? Ну просто прикинь. Да, моей овечки там нет. И мне за это не хватит за 92 шага, а я загнал. Господи, слава тебе. А ты посмотри, что ты за день для Христа делал. Бескорыстно. Только для Бога. Что пасешь? Да, так. Пасешь плохо. За это тебе такое бить надо. Ты мучаешь скотину там. А мы так совсем не будем пасти. Ой-ой-ой. Только и скажешь, какой воинство собралось. Второй социалистом 3, 6. Мы завещеваем вам, братья, чтобы вы удалялись от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию. То есть удаляйте Бог заповедуя через Павла в таких. Удаляйте, как заразы. Еще. Второй социалистом 3, 11. Мы слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Поэтому от нас никто и не принимает ничего. Ни одна душа не пришла, не поселилась и к Богу не обратилась. Бесплодная моковница. Матфея 5, 24. Если ты узнаешь, что брат имеет, что на тебя остатк, да, пойди прежде примириться. Почему ты вечером не приближал? Почему не пал в ноги, не сказал, мой сын не загнал? Так. Че поле написано? Если поле потравили, возврати ему столько же. Никаких. То есть совесть совершенно отсутствует. Вот ты бы десятки раз бегал. Тебе разве не показан пример какой? В прошлом году, вот когда поселение, с меня специально загородил оградку. Зачем вас спрашивают? Я говорю, здесь лошади. И бывает лошадь поврежденная, когда нельзя надевать на нее уздечку. Тогда, допустим, она здесь. Скоро такое случилось. Поехали за теленком, корова силилась. И она бросилась, ударила рогом коня и распорола все ему. А вот теперь моя ограда сгодилась. Первый год все ходили со стульчиками в степь. Это я загородил для вас, где дают. Стадо стало увеличивать, и я снова загородил. Шире. Пол гектара схватил. Вы там ни одного гвоздя не забили. Только ремонтировать это из-под палки. Для овечек сделали. Овечки выходят. Я снова пожертвовал свою рабицу. Все затянули, поймали, догнали. Сказали, что у них моих овечек есть, хоров нет. Я мясо не ем. Да как это можно сказать? Мы всем лагерем бегом загоняли. Почему? Я человек. Великое звание человека держи в себе. Храни. Итак, пророк говорит в 15-27. Корыста любят расстроить дом свой. Да он же экономно живет. Расстроит. Все это развеется. 1 Санекистов 4, 6. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, корыста любиво, потому что Бог мститель за все это, как я прежде говорил вам и свидетельствовал. Значит, Павел это виделся в Соломикийской церкви. В Солунский год. Все корысти сделай. Два шага сделай, заплати. Не поступайте к расстрельбе. Бог мститель за это. Тот Бог, которого называем актом. О чем Петр говорит. Серахов 29, 22. Грешник, ищущий корысти, впадет в тяжбу. То есть он все время будет стягаться. Взяли шланги, не вернули. Сортмасов сожгли, не заплатил. Во сколько здесь? Кому-то разобрал, отдал. Это я только что знаю. А ты бы пришел, пал и умолял, написано, умолял. Прости мне мой долг. Со временем я это верну. Не надо оправдываться. Давид знал это, Господи. Да не уклонится мое сердце к словам рукавым, для извинения дел греховных. Это удобно оправдываться. Праведник не оправдывается. Мы сделали спрахом для ангелов, для людей, для всех. Вы сегодня это слышали. Конкретно. Из Икииля 8-12. Вот люди верующие пришли из храма. Господь вдруг открыл. Посмотри, что они дома в тайной комнате сидят. Что они разговаривают. И Бог показал. И пророк ужаснулся. Это мы же из храма-то как пришли. Посмотрите, законники. Каждый кодит своему идолу. Корыстолюбию. Кого-то ненавидит. Учителей не почитает. Это все было. Это 600 лет до Рождества Христова. Уже было. Об этом пророк Иеремия говорит. Они повернулись ко мне спиной, а не лицом. 7-24. 32-33 стих. Грозные слова. Я вам не читал здесь. Но еще не так безнадежно все. Если мы выйдем отсюда другие. Я Христом Богом умоляю вас. Не заступайтесь за детей. В Японии национальный культ. Никогда не заступайтесь за детей. Никогда. Где можно может спорить с гостем. Но только не тогда, когда вы шлали своих детей. Ты сразу должен сказать. Нет. Они еще не такие. То у тебя скорее будет шанс детей идти к высшему. А так у тебя все в дамку. Мои дети хорошие. А уже видно. И лгут дети. И лукавят. И жестокие. Жестокие. Подлин в смысл. Сейчас вывожу ребенка. Сейчас стоит. Лагерь на лимбедичке. Стоит и все время молитвы. Лоском толкает. И косо смотрит. Сегодня вышел. Говорит. Зачем ты это делал? Молчит. Хулиганство в церкви к тому идет. Перед вами. И вы этого не видите. Вам есть о чем заботиться. О чем плакать. А не других судить. Да поможет нам Господь. Если мой хотел сказать еще одно. Если уставы, я считаю, церковные. Не из Библии. То мы православные без лукавства. Должны соблюдать. Есть такие уставы, которые написали святые акции. Запомните. Вечером, субботом. Воскресенье. На колени не становиться. Запомните один раз. Это устав такой. Не становиться. Почему? Потому что Христос остался рямо. Я прочитал это 40 лет назад и понял. Мне хочется словиться. Смири себя, что тебе хочется. Аминь. Аминь.